Привет, друзья мои! Сегодня у меня в моем оружейном спортзале и мастерской один гость. Это Кольд Гавернмент. Но не в его традиционной версии, не в большой, здоровенной, 45-го калибра пистолетище, заслуженные ветераны, все такое. А в укороченной версии, знакомьтесь, М1911, Хайкапа, Газблобэк, Гавернмент 1911. Ну и чтобы вам его поплотнее, получше, покрасивее показать, мы сейчас с вами перейдем в режим говорящих рук. Поехали! Конкретно у этого пистолета есть небольшая история. Когда мой ребенок был маленький, он занимался бально-спортивными танцами. Ну и естественно, школа не могла оставить это незамеченным. И его таскали на все мероприятия. Ну, собственно говоря, он сам с удовольствием всегда участвовал. То вальсы потанцует на сцене, то еще что-нибудь. И одно из этих мероприятий было чествование ветеранов в канун Дня Победы. Его сценка была там под какую-то патриотическую песенку. Танец в паре с дамой. Якобы они там прощаются. В общем, ребенок был в военной форме. Лейтенанта ВВС, в пилотке, в гимнастерке. Ну и с ремнем. А чтобы на ремне что-то было, какой-то вес там, мы решили добавить ему туда какой-то пистолет. Макаровых тогда, а это, наверное, год, блин, 2008-й, в продаже небогато было. И мы решили сделать что-нибудь такое. Взять что-то тяжелое, подходящее под размеру, под макаровскую кобуру. ТТ-шной у нас кобуры не было, макаровская была. Ну и мы решили, что нормально, и так сойдет. На сцене никто не разберется. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот, мы купили вот этот вот пистолетик, и он почти влез в макаровскую кобуру, за исключением вот этого вот бобрового хвоста, который торчал. Нам пришлось сделать вырез. Ну, как-то справились с задачей. Для детского конкурса, когда ребенку 10 лет, это вполне себе нормально выглядело. Что теперь можно сказать об этом образце? Он себя зарекомендовал как довольно надежная вещь. С маленькими лишь исключениями. Вот много уже лет прошло, он у нас работает исправно. Настрел с него огромный. По копийности. Ну, в общем-то, сделано неплохо. Это металл. Он весь тяжелый такой, увесистый. Там что-то за 680 грамм заявляют производители вес. Собственно, у нас, как всегда, рояль в кустах. Имеется электрическое устройство, которое мы сейчас с вами и испытаем. Ну вот, значит, магазин. Магазин пустой. Вес с магазином составляет 862 грамма. Интересно. Говорят, что 680. Ну-ка, без магазина 691. Ну вот, наверное, где-то так. Какая-то арифметическая погрешность. Там 12 граммов. От модели к модели присутствует. Вот. Он является собой газовый страйкбольный пистолет в калибре 6 миллиметров. Стилизован под реально существующий боевой 45 ACP Colt Government укороченной версии. Маленькая. Здесь, обратите внимание, гораздо более короткая рукоять. Нежели чем на стандартном Colt Government. И более короткий ствол. Ствол у Colt примерно такой. А рукоять примерно вот такая. То есть, я своей рукой, когда его беру, у меня мизинец ложится под магазин. Под пятку магазина. Грубо говоря, если магазин будет там, то произойдет это вот так вот. Держать его на полмизинца, упираясь вот сюда, вот этот вот хвостик, не очень удобно. Но, тем не менее, для маленького компактного пистолета для ношения, или для каких-то там страйкбольных игрищ, он вполне себе подходит. У этого образца сымитирована система запирания ствола. Также, видите, он чуть-чуть приопускается вниз. Чуть-чуть совсем. Ну и, собственно, и все. Больше его с боевым образцом ничего не разнит. Здесь есть какой-то странный с раструбом ствол. Ну, раструб, очевидно, я подозреваю. Я не знаю точно, но мое подозрение, что раструб служит для того, чтобы отцентровать ствол после того, как затвор наскочит на вот этот вот фальшивый стволик. Чтобы отверстие как-то более-менее в какой-то ровный канал поставило сам ствол. Ну и пистолет точно стрелял. К слову, стрелять он подходит ответственно и делает это весьма точно. Выполнено все из силумина и алюминия. Вот этот вот курок, он алюминиевый. Если вы обратите внимание, здесь вот поближе рассмотрите эти детали, есть некоторый износ. Это, безусловно, минус. Хотелось бы, чтобы это была оружейная сталь. Все аутентично. Еще стрелял боевыми 45-ми патронами. Но давайте реально подходить к вещам. Это игрушка. И игрушка сделана из материалов, которые не рассчитаны на коммерческую эксплуатацию. А этот пистолет у меня, напомню, очень большой имеет настрел. Потому как одно время он был единственным оружием у нас с ребенком. И чего греха таить. И папанька тоже с ним игрался регулярно. Давайте покажу, как он разбирается. Так же, в принципе, как и большинство боевых образцов. То есть, необходимо выдавить, поставить, точнее, затвор в определенное положение, где появится вот такое окошко, куда затворная задержка может выйти. Ну, в данном случае, это вот здесь вот такой полукруглый вырез. Вот он. Видите? Дальше мы просто-напросто вынимаем затворную задержку. Откладываем вручку. Она, кстати, тоже силуминовая. Довольно хрупкая, поэтому относимся мы к ней бережно. И кидать на пол, не кидаем. А дальше, как и обычно, снимается затвор с рамки. И эти две части делятся. Ударно-спусковой механизм. Такой нежненький. Весь из алюмишечек, из пластмассочек. То есть, абсолютно точно не стоит насиловать этот аппарат. Он не для жесткого употребления, хотя и по назначению. Он для таких домашних, аккуратных пострелок. Благо, что энергии газа, а он заправляется именно грин-газом в пятку магазина. Вот этот вот газовый аккумулятор, имитатор магазина. И магазин, собственно, на что-то 11 или 12 шаров. Он не дает достаточной мощности для того, чтобы сделать это оружие каким-нибудь дальнобойным. Или там, чтобы стрелять в ветреную погоду. Шарик летит порядка 80-90 метров и не выше. И выше ничего с этим не сделать. Ну, без радикальных вмешательств в конструкцию. Здесь рамочка такая довольно увесистая, тяжеленькая. Внутри, вот здесь, там где предохранитель, кстати, предохранитель работающий, здесь находится такой затяжелитель, какая-то железяка вклеена туда. Ну, и она придает увесистость этой конструкции. Механический предохранитель тоже работает. Такой он для левши и для правши, с двух сторон сделан. Амби какой-то там. Амбидестерс, что-то типа того в английском языке термин существует. Выбрасыватель магазина только с одной стороны. Вот, по сути, дальше разборка проистекает очень простым способом. Необходимо вынуть вот этот вот направляющий стержень. Вынуть маленькую такую пяточку, куда этот стержень упирается, ограничитель. И потом через образовавшееся такое вот отверстие вытащить ствол вместе с механизмом. Как он называется-то в трейкболе? Ну, расскажите мне, как он называется. Короче, регулировка... А, хоп-ап. Господи, хоп-ап. Механизм хоп-ап здесь вот таким вот колесиком представлен. Это колесико можно крутить и тем самым добиваться желаемой траектории полета шарика. Чтобы показать вам, как действует короткий ход, запирание ствола, имитация. Вот здесь вот такой есть небольшой шип, по которому этот хоп-ап скользит. Видите? Раз. И переводит стволик на другую высоту. Бам-бам. Вот такой короткий ход получается. Если выкрутить этот болтик, снять ограничитель, то можно вынуть и стволик 603. Стволик очень хороший, качественный, твердый. Ну, и это отражается, собственно, на стрельбе из этого пистолета. Внутри вот здесь вот резиновый уловитель для шарика. То есть, когда шарик подается сюда, он плотно садится в резиночку и не выкатывается из ствола. Ну, и, собственно, дальше там стержень хоп-апа, который закручивает все это дело в полете. Ну что, больше разговаривать о нем нечего. Пистолет прекрасный. Давайте соберем. Он мне лично нравится. Я его, пожалуй, оставлю для истории, потому как ряд таких ностальгических фотографий и видео есть, где ребенок мой в таком маленьком, нежном, поросячьем возрасте пританцовывает с мадмазелью в розовом платьюшке. Весь такой в летной форме. Весь такой военный, красивый, здоровенный. Вот. Сборка происходит в обратном порядке. И также мы совмещаем окошко затворной задержки с выемкой в затворе. Вставляем обратно зезеху. И все. Все. Работает система в полуавтоматическом режиме. То есть, стрельба с самовзводом невозможна. Это так же, как и на боевом прототипе. Тоже можно с предвзвода стрелять. А можно с передергиванием затворной рамы. Или затвора. Здесь затвор. Незатворная рама. Что хочется сказать еще. По кобурам. Я его использовал для тренировок, пока у меня не было. Вот этой вот замечательной вещи. Пока я не купил себе. Танфоглио. О котором есть уже ролик. Вот Танфоглио. Это вещь, с которой я стреляю в объекте. Которая меня просто приводит в дикий восторг. Я стреляю со сток-3. У этого передняя часть сделана как у сток-2. И вначале, когда я пошел в оружейный магазин. И увидел кобуру для Танфоглио. Я ее тут же незадумывая искупил. Померил дома. О, прекрасно входит. Плотненько сидит. И на спортивном подвесе я эту кобуру использовал для домашних тренировок. А потом решил, думаю, а что, я ее перекручу на ремень. И пойду в объект. Там же тоже постреляют с обычной, вот этой вот, со своей кобурой родной. Пришел. Оказывается, Танфоглио сток-3 у нас туда не лезет. Потому что у него другая борода. У него здесь планочка. Пикатинни сделана. Интегрирована под всякие навесные устройства. И мне пришлось покупать еще одну. Такую же, но с большим вырезом. И если посмотреть опять же на срез, получается вот что. Здесь ствол как бы немножечко болтается. Почему я начал разговоры про это дело? Потому что вот этот кольт болтается, как карандаш в такане. А для Танфоглио сток-2 или для Танфоглио лимитед, он прекрасно плотненько туда садится и не выпадает. То есть я с этой штукой тоже какие-то простейшие действия. Допустим, там выхватывание с магазина, с кобуры. Могу спокойненько или там смену магазина могу спокойно тренировать дома. Ну, теперь хватит в этой ерунде. Давайте, наверное, стрелим из него пару раз. Потому что что за обзор оружия без стрельбы? Не обзор, а позор. Насколько точен этот пистолет, можно будет судить, наверное, по стрельбе. Я сейчас постараюсь приложить все свои стрелковые навыки в то, чтобы с 5 метров как можно более точно попасть вот в эту вот мишеньку. Давайте, снимаем одним кадром. Я хожу, ушел уже за 8 километров. Итак, дистанция 5 метров. Хайкапа М1911. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Ну вот, примерно так вот выглядит стрикбайз этого пистолета с дистанцией 5 метров. В принципе, в небольшой кружочек попадается. Больше надо, не надо. Не знаю, каждому судить, наверное. Но давайте учитывать, что это короткоствольный пистолет. И от него большой, огромной точности требовать не приходится. Его автоматика работает, в принципе, как у боевого оригинала. Примерно вот так. Что это за коза такая? И даже кверх ногами. Последний шарик. Вот как-то так это все дело и происходит. Ну и, конечно же, при производстве последнего выстрела пистолет всегда встает на затворную задержку, если достаточно газа для того, чтобы откинуть раму. В данном случае у нас газа было достаточно. И он вполне себе комфортно встал на зызы. Видите, вот шарики у нас закончились. Вот такая игруха. Поэтому, кому нравится компактное историческое оружие в страйкбольном исполнении, вполне себе можно покупать. Заряжание магазина происходит через такое вот круглое окошечко. Ну, либо с применением насадок. Да, всякие лоудеры иногда снабжены такими насадочками, которые сюда шлепли и набили. Но в данном случае, если у вас такой нет, то здесь предусмотрена такая вот система. Необходимо отвести рычажок и поставить его в верхнее положение вот на такую вот задержку. Но так как задержка очень маленькая, а бегунок пластмассовый, то лучше его поддавить пальцем, чтобы он не срывался. Потому как, когда он срывается, он здесь вот в этой части испытывает сильные нагрузки. И у меня один такой уже сломался. Да, лет, правда, пять назад, и он уже поменен на новый. Но все равно, это надо было куда-то ехать, что-то там заказывать, где-то платить, какие-то чеки, бумажки, ждать потом доставки. Неприятно. Поэтому лучше подержать пальчиком этой неприятности полностью избежать. А потом вот в это вот окошко, я тут посчитал, входит 13 шариков. Ну вот, последний шарик торчит вот таким образом. Можно, наверное, поддавить туда еще 14-й, но я не люблю насилие. Вот лучше вот так. Чтобы подаватель закрывал окошко, и чтобы на шарике не вывалились внутри пистолета, когда мы будем их заряжать. Вот такая игрушка. Такая вот всем рекомендущка. То есть, если мы сравним с принципом действия того же, скажем, Танфоглио Лимит, это окажется, что он абсолютно идентичный, такой же. Единственная большая разница, что Танфоглио намного громче, потому как используют другую систему подачи газа. Там мощный CO2 баллон. И это, блин, ребята, это круто, это вообще такая вещь. Поэтому, если есть выбор, CO2 заруливает все. И хотя пистолет с баллонным резервуаром в магазине не такой мощный, как, скажем, держит пистолеты, которые используют CO2, он, тем не менее, способен наносить какой-то вред таким мишеням. вот наша баночка. И вот ей довольно стало кисло. Конечно, о пробитии насквозь речи не идет, но это не менее. И вот сейчас мы для чистоты эксперимента, сразу здесь же, не отходя от кассы, с вами бахнем и Станфоглио в ту же самую баночку, в то же самое место. в упор. Да! Вот, смотрите, все прикрутилось. Гораздо более серьезное повреждение и такая пупочка Зайкин хвост. Причем, хочу отметить, что Станфоглио это уже уходит второй магазин и с первого, ну, прям явно, это все было бы на вылет и, наверное, и вторая банка тоже была бы там же. Поэтому, опять же, если есть выбор, то надо брать CO2. Это тупо мощнее.